Что-то из этого финансировать, конечно, было надо, имело смысл, все это правильно, но не в сеной же остановке программы развития предприятия. Более того, сегодня к расцветмету предъявлены налоговые претензии на сумму, исчисляемую миллиардами рублей. И если их не снять, край рискует утратить контроль над этим предприятием. Со всем этим предстоит тщательно разбираться. Не столь драматично, но весьма показательно было намерение избавиться в начале года от Красноярска нефтепродукта, это мы хорошо помним, а также продать два краевых дорожных предприятия. Уверенно замахнулись, а когда тема начала обсуждаться публично, как-то отработали назад. Все решения, касающиеся управления краевой собственностью, что именно и почему, продавать, покупать, перестраивать, должны быть основательно продуманы, понятны. А самое главное, решения эти должны отвечать интересам красноярцев. Особо хочу остановиться на инвестиционной политике. Наш край во все времена был одним из главных латстармов развития страны. По инициативе краевых руководителей, мысливших масштабно по государственному, здесь притворяли в жизнь по-настоящему прорывные идеи и проекты. Юбилей одного из них, Павла Стефановича Федирко, мы отмечали совсем недавно. Такие подходы пробивали себе дорогу и в новейших историях. В сложное перестроечное время началось строительство метро. Был восстановлен интерес к идее комплексного освоения Нижнего Приоргаря. В последующие десятилетия это воплотило в строительстве крупных объектов, производственной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры. Край приобрел динамик и стал реально восприниматься как регион-локомотив для всей России. К сожалению, в последние годы ситуация начала разворачиваться в другую сторону. С высоких трибун говорилось об инновациях, многомиллиардных инвестициях в экономию Крайна. Но при этом и молчалось, что речь идет о вложениях в основной капитал и обычном техническом перевооружении, ранее созданном и давно действующих производствах. Кстати, в 2016 году даже эти показатели оказались у нас ниже, чем в среднем по России. На Красноярский экономический форум весной этого года не приехал ни один, я подчеркиваю, ни один из главных собственников крупных ФПГ, действующих на территории Крайна. А это говорит о многом. Традиционная инфраструктура развития инвестиционной активности, по примеру той же Калуги, Татарстана, многих других регионов страны, я имею в виду промышленные партии, свободные экономические зоны, программы реиндустриализации и тому подобное, у нас существуют, скорее для отчета, на бумаге. По рейтингу инвестиционного потенциала Агентства стратегических инициатив ОСИ, а это авторитетная федеральная структура, наш свадьб, могучий Красноярский край, уже не входит даже в первую российскую ВОЦАТ. Это не эмоции, не субъективные оценки, а, к сожалению, приспорный факт. И дело, конечно, не в рейтинге, важнее другое. В последние годы региональная власть существенно снизила свою активность в реализации крупных инвестиционных проектов, которые могут дать ощутимый финансовый результат. Это так. А социальная инфраструктура в крае серьезная, ее надо достойно содержать и желательно развивать и укреплять дальше. Именно поэтому для нас жизненно важно, во-первых, наращивать, энергично наращивать инвестиционный потенциал и аккуратно, очень аккуратно подходить к политике расходов. А проблемы в социальной сфере. Коснусь лишь некоторых из них и, главным образом, под углом зрения организационно-финансов. В структуре расходов краевого бюджета социальный блок традиционно составляет самую значительную часть, около 60%. Наибольший вес в этих расходах занимает образование, социальная политика и здравоохранение. Соответственно, 37%, 28% и 23%. В 2017 году на финансирование разных форм социальной поддержки и социального обслуживания направляется более 38 миллиардов рублей. Это огромная сумма, которая превышает бюджеты целых субъектов федерации. Через 150 организаций системы социальной защиты, разные виды помощи получают почти половину жителей нашего края. Механизм этот отличается сложностью, большими затратами на администрирование и низкой долей адресности по-настоящему результативной помощи. Это признают все, но совершенствовать его не пытается сегодня практически никто. Но все же, рано или поздно, нам придется корректировать законодательство и, прежде всего, краевое, идти на известные риски, не допуская при этом снижения уровня социальной защиты населения. За последние 5-7 лет сделаны по-настоящему большие вложения в систему здравоохранения. Появились современные высокотехнологичные центры, серьезно возросла оплата труда медицинских работ. В следующем году запланированы капитальные вложения на общую сумму более 8 миллиардов рублей, включая реконструкцию краевой клинической больницы, ПСМП, расширение онкологического диспансера, о достройке которого давно уже говорили. Однако, медофинансирование отрасли по-прежнему сохраняется. Зачастую недостает средств на самое необходимое – расходные материалы, лекарственное обеспечение. Нуждаются в особом внимании первичное звено медико-санитарной помощи. Боликлиники, женские консультации, амбулатории, фарфы – именно туда обращаются люди в первую очередь. Трудности современной диагностики, очереди к врачам, сбои в процедуре получения ресептов и справок – именно такие, казалось бы, мелкие проблемы во многом нейтрализуют эффект от серьезных позитивных сдвигов, которые в здравоохранении, конечно же, есть. И, пожалуй, главным дефицитом сегодняшней медицины являются кадры, нехватка которых ощущается повсеместно и просто. По счастью, у нас есть уникальные, по-настоящему, гениальные врачи. Мы обязаны их беречь, уважать их мнения, формировать вокруг них школы-последователи, которым затем создавать соответствующие условия работы на территории. Об этом мы совсем недавно говорили и с министром, и с нашими депутатами. В Крае создана уникальная инфраструктура культуры и искусства. Это классические и современные ее формы. Профессиональные и самодеятельные коллективы. В своем творчестве они воплощают многонациональность и разнообразие этносов. Российскую идентичность и самобытность людей. Здесь очень значимо грамотное управление, которое позволяло бы сочетать амбициозные проекты самого высокого уровня и доступность наших лучших достижений для широких слоев населения. Речь идет в частности о краевых гастролях, просветительских мероприятиях, внутреннем туризме, как это делается в Шушенске. Масштабная подготовка празднования 400-летия Енисейска, надеясь, откроет для этого и северное направление. Ответственного отношения требует в себе молодежная политика и развитие спорта. Здесь нельзя ориентироваться только на поддержку крупных, эффектных и ярких мероприятий, которых у нас много. В течение целого ряда лет мы создавали сеть центров, клубов, внешне не очень заметных молодежных площадок, каждый из которых должно иметь организационные и финансовые возможности интересно и качественно работать в обычном ежедневном режиме. Говоря о спорте, не могу не отметить одну важную деталь. Красноярский край стабильно входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации по результатам высших спортивных достижений, и этим мы обоснованно гордимся. А вот направление физическая культура и массовый спорт мы были, прошу обратить внимание, в 14-м году, в 42-м, в 15-м, в 54-м, а в 16-м оказались на 63-м месте в стране. Такое скольжение вниз, наверное, не случайно. Примерно, в этом году на развитие физической культуры муниципальных образований выделено 320 миллионов рублей. А на профессиональные клубы, в некоторых из которых красноярцев почти нет, в 4 раза больше, 1 миллиард 313. Пора переосмыслить, что и как, и с какими результатами мы их развиваем. Один из важнейших источников конкурентоспособности региона – это доступное качественное образование. Сегодня в край вкладывают в него почти четверть своего бюджета. В рамках реализации майских указов президента Российской Федерации достигнуты значительные показатели в повышении заработной платы педагогических работников. Однако сам по себе этот результат вряд ли качественно изменит состояние отрасли. Если дошкольные учреждения теперь в основном выглядят по-иному, нежели 5-7 лет тому назад, то в системе общего образования сохраняется сложная, неоднородная структура. Так, в крае почти 30% школ имеют наполняемость от 1 до 50 человек. 63% расположены в сельской местности, но в них обучается только 25% от общей численности учеников. При этом, к сожалению, во многих школах до сих пор не решена проблема третьей смены. Наряду с совершенствованием образовательного процесса, а это тема отдельного, самостоятельного и большого разговора, мы будем здесь последовательно и настойчиво укреплять материальную базу. Школа – это центр жизни, особенно населения. И этим все сказано. Кстати, именно поэтому я очень настороженно отношусь к высказывавшейся ранее идее об организационной революции в системе школьного образования, а именно переводу управления ней на краевой уровень. Считаю, что без крайней необходимости по собственной инициативе нам этого делать не стоит. Говоря об образовании, нельзя не затронуть такой его сегмент, как высшее. Тем более, что мы с вами находимся на территории СФУ, в его конгресс-коле, который менее чем через 500 дней будет пресс-центром универсиада. Создание СФУ стало для Красноярского края настоящим прорывом. За относительно короткий срок, чуть больше 10 лет, у нас появился университет, который по праву входит в лидирующую 20-ку России. Но надо не останавливаться, идти дальше, расширяя его взаимодействие с производством, академическими структурами, другими вузами, подтягивая их общий уровень до того состояния, которое достоин наш Красноярский край. Сибирский федеральный университет станет центром, сердцем Всемирной студенческой универсиады 19-го года. В этой связи я хотел бы напомнить некоторую очевидную вещь, которая значима для всех нас. Универсиада это не только, а может быть и не столько спортивное соревнование. Это общественное явление, это процесс, который призван в международном масштабе способствовать объединению людей, прежде всего молодежи. Содействовать обмену лучшими мировыми практиками в области образования, культуры, так называемой народной дипломатии. Для нас это уникальный шанс сделать Красноярский край в целом и, прежде всего, его краевую столицу, город Красноярск, более известными в мире. Самим научиться многому. Привлекают для подготовки дружественно настроенных нам людей извне. Специалистов, которые хорошо проявили себя в Сочи, в Казани, в такого рода мероприятиях за рубежом. Слово, наполнить красноярские паруса свежим ветром и использовать эту историческую возможность для прорыва в будущее. Учитывая высокий мобилизующий и созидательный потенциал универсиады, очевидно, для нас она должна была начаться уже 4 года назад, с момента заявочной кампании. А затем набирать обороты, втягивать в свою орбиту новых людей, пробуждая стремление во всем следовать самым высоким стандартам. Кстати, сама заявочная кампания была достаточно убедительной, интересной. А вот потом, как-то все медленно пошло на ум. По-настоящему свежих идей, имен, вдохновляющих новых решений, в общем-то, не очень и не видно. Строительная часть подготовки к 2019 году, скорее всего, будет выполнена. В Красноярске появится современный аэропорт, новые спортивные объекты и многое другое. А вот работы по благоустройству города, наведение здесь элементарного порядка, страдает явно выраженными недостатками. Организационная энергия, подчас явная бесхозяйственность, использование убогих подходов позавчерашнего дня. Через год с небольшим из разных стран мира сюда приедут тысячи представителей молодежи, которые затем станут определять будущее нашей планеты, чем и как мы их встретим. Давайте, наконец, задумаемся и встряхнемся. И еще об одном. Надо стремиться к тому, чтобы конкретную пользу от этого события получили все территории, все жители нашего огромного края. Дорогие друзья, на наш съезд собрались представители всех муниципальных образований в Красноярске. Именно на их проблемах, подходах к территориальному управлению, межбюджетных отношениях и многом другом, мне, конечно, хотелось бы остановиться подробно. Но не стану, как говорится, отбирать хлеб у своих коллег, которые выступят на съезде позднее. Я скажу главное. Мы будем вместе укреплять наши красноярские парламентские традиции и восстанавливать значимость местного самоуправления. Мы обязательно сохраним основные механизмы финансовой поддержки местного самоуправления. Там, где это возможно, добавим новое. Аккуратно, но последовательно начнем корректировать подходы к оплате труда, совершенствовать административно-территориальное устройство, пресекать излишнее бюрократическое проверение. Только тот дом может стать обустроенным, благополучным и процветающим, где жители ощущают себя его хозяином. В этом я твердо побежден. Но совершить свое выступление я хочу следующее. Мне как-то вспомнился один очень личный эпизод. Когда-то давно малознакомый человек, считавший себя правительством, сказал мне, судьба у тебя правильная, в жизни ты по-настоящему состоишься, но ничего не упадет тебе сверху. Всего будешь достигать только через ты. Я думаю, что это, в общем-то, универсальное пророчество, в полной мере применимо к нашей общей судьбе. Нам бы было жить в Енисейской Сибири, в сложном и сыровом Красноярском крае, с его уникальной историей и мощным созидательным потенциалом. Но воплощение в жизнь наших смелых надежд и высоких целей требует серьезных усилий, требует сплоченности. У красноярцев все это есть. Поэтому я верю в наш общий успех, и он этот успех обязательно будет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ